Уважаемые друзья, Исакогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию Архангельск Театральный. Театральная жизнь Архангельска и всего русского севера имеет давнюю славную историю. Еще в середине 17 века прибывающие в Архангельск иноземные купцы рассказывали жителям севера о малопонятном для них театрами и людям, игравших там, которые были похожи на русских скоморохов. В самом начале 17 века, после третьего приезда Петра I в Архангельск, архангелогородцы познакомились с театральными представлениями. Одна из старинных хроник 18 века повествует. 18 июня 1703 года была в городе комедия у иноземца Ивана Антонова, на котором были воевода и прочие всякие люди. Дом иноземца Ивана Антонова находился на северной окраине города, недалеко от Троицкой церкви, между кирпичным заводом и Адмиралтейской батареей, и был известен как дом для городских зрелищ. Построить каменное здание театра – дело дорогое и хлопотное. Так, первое здание театра было деревянным и построено в 1791 году на средства государственной казны и пожертвований. Труппа состояла из 10-12 человек, но здание театра сгорело в пожаре в 1793 году. И вот, в 1846 году в Архангельске был построен первый Архангельский городской публичный театр. Деревянное здание задумали построить по типу Санкт-Петербургского Александринского театра, но замысел оказался неосуществленным. Здание было построено на углу Среднего, сейчас Троицкого проспекта, и улицы Аптечная, сейчас Вологодской. Зал был рассчитан на 650 мест. В зрительной части размещались бильярдная, буфеты, комнаты для чтения газет и кабинет непременных развлечений, преферанса и эралаша. 8 декабря 1846 года состоялось торжественное открытие. В переполненном зале были показаны водевиль супруги-арестанты и комическая опера «Яма». Спектакли шли два раза в неделю. Но, к сожалению, в городе часто случались пожары. 29 мая 1851 года при очередном крупном пожаре сгорело все – и сцена, и имущество. Открытие нового каменного театра состоялось 24 января 1855 года. По этому поводу Горехвостовская, сейчас улица Володарская, была переименована в театральную. Первое время, после открытия театра на набережной, на его сцене играли любители. Любительские спектакли устраивались и в частных домах. В 70-е годы XIX века они давались в немецкой Слободе в доме купца Кордакова – большого любителя театра. Эти постановки привлекали иностранцев. К 1913 году каменное здание театра на набережной пришло в негодность. Городская дума приняла решение, что ремонтировать театральное здание бесполезно. И дальнейшая судьба бывшего театра печальна. Сначала здание передали под рыбный склад, затем устроили в нем ночлежный дом, продовольственную лавку. В 1910 году закрыли. И, наконец, в 1927 году здание было разобрано. Летние и зимние сезоны продолжались в Гагаринском парке. В сезон 1916-17 театр процветал, и не было повода скучать на его спектаклях. 6 марта 1933 года в городе в здании бывшего коммерческого клуба был открыт театр юного зрителя. В 1937 году Тюзу за большие заслуги в воспитании юношества было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Творческий путь архангельского Тюза был плодотворным. Он поставил много интересных и ярких спектаклей. Оставил в биографии театральной жизни Архангельска имена замечательных артистов. Анна Ермолиной, Валентина Долгополова, Сергея Лукьянова, Сергея Плотникова. Современное здание Архангельского драматического театра имени Ломоносова было построено на фундаменте разобранного в 1929 году Кафедрального собора Центрального православного храма города. 8 ноября 1931 года в недостроенном здании отсутствовала задняя стена за сценой. Дали первый спектакль по пьесе Максима Горького «На дне». Имя Михаила Васильевича Ломоносова театр получил в ноябре 1961 года, в дни празднования 250-летия великого ученого. В 1964-1967 годах театр полностью реконструировали снаружи и внутри, переделали зрительный зал и сцену, фасад сделали в духе времени из стекла и бетона. В 2009 году здесь была завершена масштабная реконструкция, после которой театр вошел в число лучших сценических комплексов России. Это главная театральная концертная площадка региона, оборудованная по последнему слову техники. Театральная жизнь Архангельской области имеет давнюю историю. В регионе работают 5 профессиональных и более 20 любительских театров. Артисты регулярно радуют зрителей новыми спектаклями и выезжают на гастроли за пределы области. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok